Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, уважаемые читатели, слушатели и обучающиеся на интернет-портале экзегет.ру. Мы продолжаем с вами исследование книги «Исход». И с вами сегодня я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Николая Пиренская, Сретенская, Российского православного университета, специалист в области православного богословия. Мы рассмотрели с вами четыре казни египетских, и сегодня мы переходим с вами к девятой главе, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь распустить народ мой и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, которая в поле. На конях, на ослах, на верблюдах, на валах, на овцах будет моровая язва весьма тяжкая». И разделит Господь в то время между скотом израильским, скотом египетским. И назначил в пятом стихе, сказано Господь, время, и сказав, завтра сделается это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилев, не умерло ничего. Видим, что фараон послал узнать, как сказано дальше в седьмом стихе, так ли это на самом деле, что не умерло ничего у народа израильского, действительно, это было так. И сказано, что снова ожесточилось сердце фараона от его зависти. Ну, зависти в этом он был сам виноват. То, что завистью своей ожесточало сердце свое. Такую историю мы встречаем, пожалуй, в истории с Каином и Авелем, когда Каин увидел, что жертва Авеля, если вспомнить книгу Бытия, например, принята, а жертва его не принята. Фараон тоже разточает свое сердце и не отпускает народ. Мы видим, что муровая язва здесь уничтожает весь скот. За скот, то есть в языческой религии, отвечали два бога. Хасор, у него была глава коровы, и Хнаум, у него была глава барана. И они молились этим коровам и баранам, чтобы они оберегали скот. И здесь мы видим, что постыжены эти боги и не зложены Моисеем и Аароном. И далее мы читаем 8-12 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, возьми по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу. В глазах фараоны поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Это шестая казнь воспалений нарыв. Там была гибель скота, здесь воспаление нарыва. За бог, который предотвращал эпидемии, в языческой мифологии отвечал бог Сунну. Ему поклонялись. Он имел такой вид неблагообразный, был полуживотный, получеловек. Но считалось, что именно он поможет, что он может освободить от нарывов, от эпидемиологических каких-то заболеваний. Опять же, мы видим, что он был постыжен. Сегодня многие люди в современном мире тоже думают, что им помогут какие-либо языческие или оккультные практики, или боги. Мы видим, что в современном мире существует очень множество различных оккультных представлений. Люди стараются обращаться к эстросенсам или еще к другим целителям, обаятелям и гадателям, о которых Священное Писание, в общем-то, книга второзакония 18 главы предупреждает. Не обращайтесь к гадателям, волхователям, звездочетам, ибо это есть мерзость перед богом. Но сегодня есть, например, люди думают, что вот они смогут обрести здоровье, если обратятся к такой, в общем-то, языческой практике и философии, как йога. Йога — это одна из девяти философских школ индуизма. Она точно так же, как червака, джайнизм, буддизм, адвантавиданта и йога, как я уже сказал, одна из философских школ. Дело в том, что, помню, однажды у нас в начале девяностых была встреча с Далай-Ламом Гишет-Ли. Она происходила на Большой Орденке 20, это был официальный представитель бурятского буддизма. И когда он сказал, что у нас сегодня люди увлекаются, скажем так, большинство людей увлекаются йогой, тогда было чуть другое, была медитация, трансцендентная медитация. Люди увлекаются, якобы успокоят себя и излечивают свое тело. И тогда, когда мы с ним встретились, он сказал, что ваши люди сумасшедшие. Я тогда был совсем молодым человеком и возмутился, и сказал, что это вы так обзываете наш народ, у нас, в общем-то, хороший, русский, великий. Тогда он сказал, нет, я другое имею в виду, что у вас начинают медитировать в отрыве от традиции и в отрыве от системы, в которой, в общем-то, эта практика религиозная есть. Я тогда сказал, что вы имеете в виду, он сказал, нельзя этого делать ни в коем случае, это прямой путь к шизофрении. Это его дословные, то, что он сказал. Поэтому, на самом деле, йога, которой люди сегодня увлекаются, даже самый простой, скажем, такой, как хатха-йога или там сахаджи-йога, ну, более там сложный, там, ражниш-йога. Но, когда говорят о том, что это просто обычные физические упражнения, ну, это абсурд. Любой человек, традиционалист, то есть индус, там, откуда произошла йога, когда ему это кто-то скажет, он скажет, что это невозможно. Потому как сама цель, даже самый простой, примитивный такой, таких упражнений, как хатха-йога, на тем не менее, все равно преследует, что человек должен замедлить пульс, замедлить кровообращение, замедлить свое мышление. Все это для того, чтобы соединиться с неким таким состоянием, безличностным, в общем-то, состоянием. Но для того, чтобы продлить как-то свою жизнь. И, возможно, есть такая философия даже хатха-йога, улучшить свое кармическое состояние в жизни будущего века. Поэтому, когда вырывается какая-либо часть какой-либо религиозной системы из традиционализма, это всегда прямой путь к сектанству. И здесь мы видим, что вот этот бог Суну, бог эпидемии, к нему обращались египтяне. Они тоже хотели, чтобы он как-то им помог, но, как здесь мы с вами прочитали, что вся страна египетская была поражена нарывами и язвами. И этим самым был посмеян этот языческий бог, который не мог противостоять Моисею и Арону. И даже в 11 главе сказано, что не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было и на волхвах египетских. И далее мы читаем с вами 9 глава, 13 и 35 стих. Сказано следующее. «И сказал Господь снова Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона, и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле, так как я простер руку мою. Но для того, чтобы ты хранил, как сказано уже в 16 стихе, сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя твое». И далее, как мы с вами здесь прочитаем, что была такая казнь, это уже седьмая казнь, это град. Страшный град шел с неба. Это был не просто град, обычно как природное явление, но многие отцы церкви говорят о том, что это был как огненный град, то есть он попалял все. И в перемешку даже было, когда и лед, ледяной град, как ледяной дождь, а потом снова огненный. За природные условия отвечал в египетской мифологии бог Осирис, он был бог урожая, и также была богиня Нут. Она была богиней неба, которой, как неким синоптиком, или такой вот станцией, при предсказании погоды, молились язычники-египтяне. Здесь говорится о том, что, например, по этому поводу тоже Блаженный Августин говорит следующее, что Бог спасает милостью и сохраняет народ израильский, и от Бога зависит и урожай, и состояние человека. Он пишет, хвалится своими заслугами, хвалится, милует, да, ну вот лучше так вот, цитата. Так как неправды нет у Бога, говорит, тот час прибавил и сказал, ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедно было имя мое по всей земле. В заключении сказанного о том и о другом, то есть о милости и о суде, он говорит, и так кого хочет, того милует, а кого ожесточить, того ожесточает. И заканчивает следующими словами. Милует именно по великой благости, ожесточает же отнюдь не по несправедливости, так что и оправдан не может хвалиться своими заслугами, и осужденный может сетовать только на свою вину. То есть здесь снова говорится о том, что фараон не покорился, потому что в двух других казнях мы тоже видели его непокорность. И Блаженный Августин возвращает нашу мысль к этому вопросу и говорит, что несмотря на эти все бедствия, так фараон и не вразумился. Что же касается богини Нут, богини Неба, то известно, что в Египте было поклонение, не только была астрономия, но была еще и астрология, было поклонение звездам. Они это переняли из Шумера-Аказской, от Вейлонской цивилизации, и не только предсказывали погоду по звездам, но еще и им поклонялись. Астрономия — это изучение законов движения планеты звезд, а астрология — это, в общем-то, то, что звезды говорят. Сегодня это очень модное, распространенное в современном мире явление, когда мы с вами даже регистрируемся на какой-нибудь, например, скажем, на Майору, то вот у меня мне сразу прилепили знак Зодиака, то есть без меня меня женили. Я их об этом, в общем-то, не просил, и я знаю, что это не наука, а что это, в общем-то, древняя языческая религия. Я представляю, какой бы шум поднял средства массовой информации, если бы мы, например, каждый человек, который регистрируется на каком-нибудь сайте, говорили в день его святого, когда день у него ангела, когда именин, описывая целое житие святых, я думаю, что нас сразу бы обвинили, что у нас свобода совести и вероисповедания. Астрология, по сути, это древняя религия, поэтому, кто думает иначе, советую им читать и лучше изучать историю древнего мира. Поэтому в этом смысле надо сказать, что астрология — очень пагубная наука и в большей степени не имеет своего смысла в сегодняшнем мире. Что я говорю? Дело в том, что вся астрология построена на теории Птоломея. Птоломей — это древнегреческий философ, который, в общем-то, придал философии некий такой благообразный, предсказательный вид, чем сегодня пользуются все современные астрологи. Но надо помнить, что Птоломей жил за 200 лет до Рождества Христова. Дело в том, что представления Птоломея были следующими, что Земля плоская, между прочим, это был научный его такой путь, он утверждал это. И было определенное понятие расположения звезд и планет. И дело в том, что сегодня, снова повторю, все современные астрологи, они пользуются Птоломеевской теорией, но не учитывают факта научного, такого как закон при цессе равноденствия. Что это за закон? Закон при цессе равноденствия говорит о том, что каждые 70 лет наша Земля в своем вращении вокруг Солнца, она имеет некое притормаживание, во-первых, и отклонение. И дело в том, что все дома, так называемые заодекальные, они уже сместились за это время. Представьте, 200 лет до Рождества Христова, и сейчас 2017 год. Произошло смещение ровно на один дом. Но многие астрологи этого до сих пор не учитывают, и свои предсказания строят именно на этом. Ну, если говорить о самой беспощадности, в общем-то, даже жестокости древней астрологии, то когда делались раскопки на руинах Вавилона и в Египте, в частности, где люди поклонялись богине Нут, то богине Небот, то находили тысячи и тысячи, богинь также Ваала, Астнарте, находили тысячи и тысячи черепов младенцев. Дело в том, что, согласно звездам, язычники, они говорили, что этот младенец угоден Богу, значит, его оставим живых. А этот младенец не угоден, значит, не оставим живых. То есть, они, когда даже неверующие археологи делали эти раскопки, наткнулись на эти тысячи, сотни тысяч черепов младенцев, они видели, что они были казнены каким-то особым образом. То есть, головы их не были отрублены, их просто отрывали и возливали на этих идолов, чтобы был урожай и благополучие, и благоденствие на эти идолы. Ну, на самом деле, надо сказать, что сегодня человечество далеко не ушло. Если раньше поклонялись богине Нут и Осириесу, чтобы был урожай, и за это Господь посрамил их и навел казни этот град, то сегодня, в общем-то, есть тоже два идола, которым поклоняется современный человек. Это доллар и евро. Он как-то растет, как-то падает, уже люди в него верят как в живого. И во имя этого, этих двух богов, в общем-то, сегодня, как мы знаем, убиваются и младенцы, которые еще и не рождены от утробы матери. Итак, мы видим, что седьмая казнь, она снова посрамляет богов Нута и Осириеса, но фараон не выразумляется. К сожалению, Бог хочет смягчить его и обратить его, но сердце его ожесточается, и все скорби, которые бы не посылались, они не дают никакого результата. Далее мы с вами рассмотрим восьмую, девятую и десятую казнь и увидим, что фараон до самого своего последнего часа, пока не будет потоплен водами Черного моря, так и не принесет покаяния. То, о чем мы, в общем-то, с вами говорили в самом начале, что в этой книге, священного писания и в книге «Исход» фараон — это прообраз дьявола, который не может раскаиваться, огрубев в жестокосердии своем. Субтитры создавал DimaTorzok